Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы поговорим о лекарственном шалфее. Именно лекарственном, а не полевом. Чем же полезна эта трава? Шалфей может повышать секреторную активность пищеварительного тракта, увеличить выделение желудочного сока и уменьшать потоотделение. В соцветиях и листьях шалфея обнаружено полпроцента эфирного масла, в котором содержится уксусная кислота, ароматические смолы, муровинная кислота, хлабоноиды, а также дубильные вещества. Шалфей имеет сильные антисептические свойства, обусловленные содержанием растительного антибиотика сальвина. Он убивает золотистый стафилококк и убирает следы его жизнедеятельности, проявляет высокую противогрековую активность. Шалфей лекарственный обладает противовоспалительным, кровоосстанавливающим, ранозаживляющим, вяжущим действием, снижает проницаемость стенок лимфатических и кровеносных сосудов, клеточных мембран. Он улучшает работу желудочно-кишечного тракта, дает небольшой спазмолитический эффект. Тонизирует сердечную мышцу, нормализует обменные процессы в организме, положительно влияет на состояние нервной и кровотворной системы. Шалфей лекарственный также хорошо подходит для лечения ангины, бронхита, радикулита, полиартрита, неврита, диабета, кинекологических и кожных болезней, ран, язв, фурунклов, ожогов и астмы. Получил научное подтверждение факт позитивного воздействия шалфея на половую систему и выработку гормонов, что помогает зачатию. Фитогормоны шалфея, во-первых, стимулируют синтез собственных экстрогенов, а во-вторых, за счет своего гормоноподобного действия возмещают нехватку уровня эстрогенов в крови. Высокое содержание фитогормонов делает шалфей лекарственным, хорошим средством для исцеления от болезней женской половой сферы. И он означает при тяжких проявлениях климакса, приливах, нервозности, потливости. Из-за кровоостанавливающего эффекта он используется при длительных и обильных месячных. Сидячие ванночки на основе отвара шалфея уменьшают воспаление и куротечение при геморрое. Принимают ванны с настоем травы от экземы и псориаза. Лекарственное растение является хорошим стимулятором иммунитета. Кроме того, оно улучшает память, усиливает внимание и увеличивает работоспособность. Традиционно шалфеи используются от кашля, воспаления верхних дыхательных путей и орзы, результативных при танзелитах и ангинах. Настой пьют при спастических колитах и гастритах с пониженной кислотностью. Шалфей назначают при стоматологических заболеваниях пульпите, стоматите и парадонтозе. Растение входит в комплексную терапию хронических обменно-дистрофических заболеваний суставов, ревматизма, воспаления суставов, радикулита, деформирующего остеоартроза и межпозвонкового остеохондроза. Как же его применять? 1 столовую ложку листьев шалфеи нужно залить 1 стаканом кипяченой воды, затем плотно закрыть блюдечком, настоять 10-15 минут. Принимать по 1 трети стакана 4 раза в день. Но у этого растения существует противопоказание. Запрещено принимать шалфей при беременности на любом сроке, так как он вызывает повышение тонуса матки. Его не следует использовать кормящим матерям, если они не планируют отлучать малыша от груди. Запрещено принимать шалфей внутрь при состояниях, связанных с повышением уровня экстрагенов, а именно при ополихолях груди после хирургического лечения рака, молочных желез и матки. Шалфей способен вызывать повышение артериального давления, поэтому его следует принимать с осторожностью людям, страдающих гипертонией. При пониженной функции щитовидной железы шалфей необходимо отключать из лечебных препаратов. Также не стоит употреблять растения в лечебных целях при остром воспалении почек и нефрите. Не следует употреблять настойку шалфея при сильном кашле, так как от него кашель может только усилиться. Если вам понравилось это видео и вы считаете эту информацию полезной, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.